Миф о сексе заключается в том, что секс связан очень сильно с чувственной сферой. Вот мужчина, у меня пропало влечение. Влечение, оно рефлекторно возникает, понимаете? После того, как у вас доминант сексуальное возникло, у вас начинается просто гон, как у обычных, это я сейчас про мужчин говорю. И сексуальное влечение, выраженное там и так далее. Но это эпизодическая штука. Вы не можете от этого зависеть. Вы не будете 25 тысяч раз в жизни влюбляться, понимаете? Поэтому сексуальная жизнь с таким подходом, она неизбежно будет блекнуть. Секс – это то, что вы делаете как искусство, как чувственное искусство. Как вот вы, не знаю, ходите вы в какую-нибудь оперу или это. Это же вот искусство. Вот если вы к сексу относитесь как к искусству, даже если у вас нету романтической, прямо вы уже 20 лет в раке, и это всё. Но вы относитесь к этому как к творческой деятельности, где вы пытаетесь максимум, так сказать, из этого всего выжить взаимно. Потому что взаимность очень важна. Вот тогда всё будет хорошо. А если вот только ждать чувства, некоторые девушки вот тоже ждут чувства только что. У них будет чувства – не будет. Но когда живёшь с мужчиной, сколько лет вы можете жить, он же вас уже и тем достал, и этим достал, и пятым достал. С чего вы вдруг страсть будете испытывать? Не будете. Но если вы относитесь к этому как к созданию чего-то красивого, вы можете существенно улучшить качество сексуальной жизни. И я сейчас говорю как профессиональный сексолог. Качество сексуальной жизни улучшается. И это доказано в исследованиях, в экспериментах и так далее. Не то, что людей снова полюбили. Нет. Они начинают к этому действию относиться не как к обязанности, не как к сдаче экзаменов, не как к выяснению отношений, а как к творчеству. И сразу улучшается сексуальная жизнь. Дальше есть техники, упражнения, всякие дела. Но я сейчас как сексолог говорю. Извините. И всё можно сделать лучше. Продолжение следует... Продолжение следует...